Концерн Fiat поглотил Лянчо в 1969 году, но фирма продолжала развиваться в том же спортивном ключе. Традиции B20, бессмертной модели 50-х и более поздней Fulvia должен был кто-то продолжать, несмотря на то, что ветераны стали сдавать свои позиции, свежим Renault Alpine и Porsche 911. У Лянчо был собственный центр по подготовке гоночных автомобилей HF Squadro Corsa, который возглавлял Чезаро Фьорио, сын известного в начале 50-х гонщика Сандро Фьорио. Новым управляющим Лянчо был назначен Pierrugio Gabbata, отозванный из Феррари специально для работы в Лянче. Он был настроен более чем решительно. Именно этим людям принадлежит идея постройки замечательного автомобиля, известный Лянчо Стратос. В первую очередь встал вопрос о двигателе. От двухлитрового силового агрегата Fiat мощностью 150 л.с. Фьорио сразу отказался. Место под капотом будущего автомобиля должен был занять мотор от Феррари Dino 246JT. Двигатель V6 объемом 2,5 литра развивал 190 л.с. Энце Феррари после некоторых раздумий дал добро на его использование, чего еще никогда не случалось в его практике. Позже отцы Стратос признались, что это было самым трудным договориться с Феррари. Фьорио не терял времени и, чтобы точно определить техническую концепцию автомобиля, обратился к гонщикам, механикам и инженерам своей Сквадро Корса с единственным вопросом – каким должен быть идеальный раллийный автомобиль? Отчет составил более 100 страниц, и из этих пожеланий был сформирован образ идеального ралли-карка. Небольшое купе с хорошей обзорностью и легким доступом ко всем узлам для ремонта, а также пуленепробиваемым стеклом. Одновременно Фьорио обратился к старому другу Марчелло Гандини, работавшему тогда в Бертоне. Пока инженеры ваяли подвеску, Гандини проектировал кузов. Кстати, авторство Стратос принадлежит инженеру лянча Джанни Тонти, а Марчелло Гандини предложил сразу несколько вариантов дизайна и принял самое активное участие в создании силового каркаса кузова. По твердому убеждению Фьорио, двигатель мог занять только центральное положение. Первый образец с навесными панелями из фибергласса, окрашенный в бриллиантовый красный, красовался на Туринском автосалоне уже в 1970 году. Казалось, что у стенда Бертоне собрались все посетители выставки. Тогда еще в качестве концепта модель под именем Бертоне Стратос HF обладала поистине гипнотическим действием. Первое сильное впечатление – необычно загнутое по авиационному типу лобовое стекло. В случае непогоды его очистит всего один дворник. Колесные арки, как отдельно выставленная деталь, слегка выступают над покатым плоским капотом. Эффектно выглядят огромные откидные панели, закрывающие все пространство, кроме кабины. Как детский робот-трансформер, Лянча Стратос открывала доступ ко всем своим внутренностям. В 1971 году, снова в Турине, был представлен прототип с двигателем Феррари, а с 1972 началось серийное производство машин. Использование пластиковых деталей снизило массу автомобиля до 870 кг. В сочетании со 190-сильным двигателем, машина разгонялась до 100 км в час всего за 6,1 секунды. Привод на задние колеса, независимая пружинная подвеска спереди и сзади были логичным решением для боевого коня. Характерные заднеприводные повадки машины были легко прогнозируемыми. Автомобиль развивал 225 км в час и при этом был превосходно управляемым. Для амалагации необходимо было изготовить определенное количество машин. По требованиям группы 4, в которой предстояло соревноваться Лянчу Стратос, было изготовлено 502 экземпляра. Однако доподлинно известно, что 45 из них так и остались голыми кузовами, чтобы впоследствии послужить донорами для загубленных на гонках автомобилей. Разумеется, не все Стратос стали спортсменами. Большая часть машин попала в руки серьезных водителей и коллекционеров. Несмотря на ярко выраженный гоночный нрав, Стратос превосходно показал себя на обычных дорогах. Хотя у автомобиля была удачная конструкция, производство ограничилось минимальным количеством экземпляров. Дело в том, что в 1974 году Стратос стоил в Италии 16195 долларов. Тогда за эти деньги можно было позволить себе, например, Maserati Mirac или Porsche 911. И ненамного дороже стоила Ferrari Dino 308 GTB. При такой блестящей альтернативе, причудливой и неземной Лянча Стратос, было сложно сражаться за покупателя. К тому же набирающий до оборот энергетический кризис поставил окончательный крест на планах массового выпуска идеального автомобиля для ралли. Тем не менее, за короткий период Лянча Стратос трижды покорила вершину мировых чемпионатов в 1974-1976 годах и чемпионат Европы в 1977-1978 годах. Сандро Мунари был первым на ралли Монте-Карло три года подряд в 1975-1976 и 1977 годах. Кроме того, на Стратос выступали легендарные гонщики Марку Аулин, Тони Карелло и Бьерн Вальдегард. Последний автомобиль был собран в 1975 году. В 1977-м вслед за слиянием компаний объединились и заводские гоночные команды Лянча и Фиат. Место фаворита в команде занял Фиат-131 Абарт, а Лянча Стратос в один миг стала историей. Подобно комете, она была стремительной и яркой. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok